Большая честь сегодня для меня представить Надежду Константиновну Арбатову, Надежда Константиновна и Алексей Георгиевич Арбатов эту неделю проводят в Монтереи и, как вы видели в нашем списании, у нас очень интенсивная неделя работы. Надежда Константиновна открывает эту неделю двумя лекциями. Лекция сегодня, тема которой «Европейская безопасность в контексте украинского кризиса. Российская точка времени». И следующая лекция Надежды Константиновны состоится не в этой аудитории, а в аудитории «Ейфо 99» в четверг в два часа. И темой будет «Евроатлантическая политика современной России. Внешняя политика России». Вы все получили от меня биографию Надежды Константиновны. Вы знаете, что перед вами выдающиеся ученые, специалист по Европе, специалист по российской внешней политике. Надежда Константиновна работает в Институте мировой экономики международных отношений в Москве с 1976 года. Также Надежда Константиновна работала в Национальном оборонном колледже Швеции в Греческом фонде международных исследований. Доктор Арбатова – член ученых советов ММО РАН и Института Европы РАН. Член редколлегии журнала международного исследования Загребского центра международных исследований. Член Совета центра исследования и развития Интерколледжа на Кипре. Директор научных программ Комитета России в Объединенной Европе. Член Совета по внешней оборонной политике России. И представитель России в Ассоциации слушателей Института высших исследований национальной обороны Франции. Сегодняшняя лекция будет читаться на русском языке, так же как и лекция в четверг. Мы будем работать в обычном режиме. 50 минут, 10 минут перерыв и 50 минут вопросы и ответы. Во второй половине занятия сессию вопросов и ответов будет вести Джулия Даймон. И я приветствую вас здесь и приветствую нашу гостью. Пожалуйста, Надежда Пензатина. Спасибо большое. Спасибо за добрые слова. Я очень рада быть сегодня здесь с вами и представить с российскую точку зрения на один из самых интересных вопросов нашего времени. Европейская безопасность в контексте украинского конфликта. В контексте украинского конфликта, который подвел отношения России практически к прямой конфронтации, очень многие люди в России на Западе задают вопрос, не движемся ли мы к новой холодной войне. Мы знаем традиционное определение холодной войны, это, конечно, совершенно иной феномен, потому что холодная война такой, какой мы ее знаем, это был конфликт между двумя разными противоположными политикой и политическими экономическими системами, Востоком и Западом. Сегодняшняя конфронтация протекает внутри единой системы, внутри капиталистической системы. Я бы сказала, что сегодняшний конфликт – это конфликт между либеральным капитализмом и авторитарным капитализмом, между старым капитализмом и молодым капитализмом. Это такое предварительное замечание. Конфликт в Украине и вокруг Украины был вызван столкновением двух региональных стратегий – евразийской концепции России и восточным партнерством Европейского Союза. Они столкнулись на пространстве Украины, и это послужило триггером конфликта. Но, на мой взгляд, корни сегодняшнего конфликта уходят в 90-е годы. Мне часто приходится слышать от моих западных коллег, в частности, несколько раз я была на конференции с видным деятелем НАТО Европейского Союза, Хавьером Соланой, который постоянно повторяет, что у нас есть настольки по 90-м годам, когда отношения между Россией и Западом были просто фантастическими. В России, конечно, иной взгляд на эти годы, и я считаю, что сегодняшний конфликт – это квинтэссенция тех противоречий и разногласий, которые накопились за последние 25 лет между Россией и Западом. То есть, в какой-то степени этот конфликт был предопределен, как все предопределено греческой трагедии. Основные противоречия между Россией и Западом, то есть между Европейским Союзом, НАТО, США, затрагивают два главных вопроса. Первое – это противоречия по поводу приемлемой системы европейской безопасности в постбиполярный период. И вторая проблема – это соперничество на постсоветском пространстве. И Россия, и Запад сделали очень много ошибок после окончания биполярности. И я бы хотела на этом остановиться, потому что, не понимая, почему все пошло не так, почему с точки зрения господина Солана все было прекрасно в 90-е годы, и вдруг стало плохо сейчас. Вот поэтому мы должны все-таки понять, что же произошло. Первая ошибка Запада состояла в его ошибочном восприятии России, как проигравшей стороны в Холодной войне. Даже Советский Союз не был поражен, не был разбит Западом в Холодной войне, поскольку Советский Союз был создан для противостояния Западу, и Холодная война была естественной средой для Советского Союза. Советский Союз проиграл разрядку, потому что он не был приспособлен вот к этой новой среде. Что же, если же говорить о России, то Россия выиграла от окончания Холодной войны, от окончания биполярности, она стала независимым государством, и Россия была главной движущей силой, которая в большой степени способствовала распаду Советской империи. И именно Россия принесла другим независимым государствам на постсоветском пространстве независимость и свободу. Но Запад воспринимал Россию как проигравшую сторону. И я хочу вам привести только одну цитату очень известного британского ученого Лоренса Фридмана, который писал, что отныне, то есть после распада Советского Союза, нет никакой особой причины относиться к России как к великой державе. Следовательно, она не может рассчитывать на привилегии и уважение ее интересов, которые обычно получают великие державы. Вот это было очень показательно. И российские либералы в 90-е годы понимали, что когда-нибудь, когда Россия станет сильнее, вот этот политический майк пойдет в другую сторону. И Запад столкнется и с антизападничеством, что, собственно, происходит сейчас. Кроме того, вот исходя из того, что Россия – это проигравшая сторона, Запад считал возможным вмешиваться в наши внутренние дела. И это тоже скомпрометировало и США, и многие страны Европы в глазах российских граждан. Вторая ошибка Запада пристекала из этого первого заблуждения. Обычно мировые войны всегда заканчивались мирными конференциями, конгрессами, которые устанавливали новый порядок и новые правила игры. Поскольку распался Восточный блок, Запад исходил из того, что все в его политике было правильно и ничего не надо менять. Когда я говорю об этом моим западным коллегам, они начинают подражать и говорить, что нет. В ноябре 1990 года был Парижский саммит ОБСЕ, Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе, была принята Парижская хартия. Но, на мой взгляд, Парижский саммит закончил холодную войну, но не биполярность. Потому что Советский Союз распался год спустя. В 1991 году начался этот процесс после августовского путча. То есть настоящая биполярность кончилась с распадом Советского Союза и выходом новых независимых государств на международную арену. И вот после этого, на самом деле, должен был быть какой-то новый международный конгресс, Новый Хельсинки, что-то такое, чтобы действительно установило новый порядок для постбиполярной Европы. Ничего этого сделано не было. И вследствие этого система европейской безопасности после окончания вот этого биполярного периода оказалась хаотичным нагромождением разных институтов. Институтов, унаследованных от времен Холодной войны и некоторых нововведений, которые, кстати, очень плохо зарекомендовали себя. Я имею в виду, это постоянный объединенный Совет России-НАТО, который был заключен, создан после того, как в 1997 году Россия подписала основополагающий акт вместе с НАТО. И он не выдержал первого кризиса войны Димбаславии. Он перестал существовать. Потом был создан Совет России-НАТО, но он тоже оказался не в состоянии предотвратить конфликты и вот это нарастающее противостояние в отношениях России и Запада. В общем, вот эта система очень странная. Это такое действительно хаотичное нагромождение разных институтов, из которых ни один не мог предотвратить конфликты на посткоммунистическом пространстве. И второе следствие того, что не был создан новый мировой конгресс, который бы установил новый порядок, это отсутствие общих правил поведения. Мы все помним, что в 1975 году Хельсинский акт установил принципы нормы поведения для Востока и для Запада. Знаменитые хельсинские принципы. Они не были юридически обязывающими. Но в то время никто не мог даже подумать о том, чтобы нарушить эти принципы, потому что все понимали, что альтернатива – это глобальный конфликт с применением ядерного оружия. И все соблюдали эти принципы и Восток, и Запад. После окончания биполярности великие державы и организации стали применять эти хельсинские принципы очень селективно, очень избирательно. В зависимости от политических преференций, от политических интересов. И я часто слышу от своих западных коллег, что Россия – это держава, которая первой нарушила статус-клуб, установившийся после распада Советского Союза. Если вы скажете это в России, то реакция будет прямо противоположная. И наша политическая элита, и академическое сообщество скажут – нет, это не Россия, это США и НАТО нарушили статус-клуб, вмешавшись в югославский конфликт в 1999 году без мандата Совета Безопасности ООН, а впоследствии, расчленив Югославию и признав независимость Косова, это не мы, это Запад первым нарушил статус-клуб. А мы предупреждали и говорили, что не надо создавать этот прецедент, потому что на постсоветском пространстве очень много сепаратистских сил, и таким образом вы открываете ящик Пандоры. Вот мы помним, что Кавказский кризис, по сути дела, был вертальным отражением Косова. И я думаю, что именно по этой причине, все-таки, несмотря на все проблемы и трудности, мы довольно легко пережили этот конфликт. В конфликте на Украине был создан новый прецедент уже России. Вот до инкорпорации, до включения Крыма в состав России, ситуация была, опять же, похожей на ситуацию в Косово. Россия признала референдум в Крыму о независимости, но, решив включить Крым в состав Российской Федерации, Россия создала новый прецедент. То есть мы видим, что и Запад, и Россия не имеют общих правил игры сегодня и трактуют международное право, как им выгодно, как они считают правильным. Для себя и для своих союзников это право на территориальную целостность, для оппонентов это право национальное самоопределение и тому подобное. Еще одна ошибка Запада состояла в том, что все посткоммунистическое пространство, то есть Центральная и Восточная Европа, и постсоветское пространство было разделено между двумя институтами безопасности. НАТО и ОБСЕ, Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе, которая включала Россию. Вот это разделение создало в России впечатление, что главная организация с точки зрения Запада это НАТО, а ОБСЕ это организация, такая второразрядная организация для второразрядных государств. И это в корне изменило отношение России к ОБСЕ, потому что в начале, в 90-е годы, я очень хорошо помню, у нас в институте обсуждались планы, как и мы писали много работ о том, как ОБСЕ станет новой, Пангевропейской Организацией безопасности, какие возможны реформы. Но когда произошло вот это деление, причем ОБСЕ в основном было сконцентрировано на гуманитарных вопросах, Россия потеряла к этой организации интерес. Следующий просчет или серьезная ошибка Запада состояла в принятии решения о расширении НАТО на Восток. С точки зрения России НАТО не изменило свою суть. Вот если сразу после окончания полярности НАТО стало реформироваться, меняться, то расширение процесс подменил реформой. И НАТО нашла свою новую жизнь в процессе расширения. Вот не имея четкой цели и не говоря о своей идентичности, что же такое НАТО в постбиполярный период, является ли НАТО коллективной организацией безопасности, или это по-прежнему военный союз, вот не решив эту важную проблему, НАТО стало расширяться на Восток и таким образом, в общем, оставила в стороне вопрос о собственных реформах. Интересно, что в России не только консерваторы, националисты выступали против расширения НАТО. И либералы говорили о том, что расширение НАТО наносит ущерб отношениям России и Запада не потому, что они верили в военные угрозы со стороны НАТО, но они понимали, что вот этот процесс расширения на постсоветское пространство будет использован в России неоимпериалистами, державниками, консерваторами для того, чтобы помешать дальнейшему развитию сотрудничества между Россией и Западом. И, собственно, мы видим, что так и произошло. На мой взгляд, и в Европейском Союзе, и в НАТО была сделана одна драматическая ошибка. Обе организации были обеспокоены тем, что в России возродятся неоимпериалистические силы, и Россия станет новой империей, которая подомнет под себя вот эти независимые, новые независимые государства. И на мой взгляд, и НАТО, и Европейский Союз, мы поговорим об этом более подробно на следующей моей лекции. Сегодня я только скажу одно, что они выбрали самую контрпродуктивную стратегию для своих целей. Они решили, что необходимо разделять Россию и страны СНГ, чтобы никогда новая империя не возродилась на постсоветском пространстве. И расширение НАТО именно воспринималось России как политика дополнения вакуума силы на постсоветском пространстве. И поскольку НАТО имеет огромное превосходство над Россией, без России, всегда будет восприниматься как против России. А мы видим, что все региональные стратегии НАТО обходили вопрос о России. Что только подливало маслом в огонь и создавало такую очень неблагоприятную атмосферу в отношениях России и Запада. Вот Кавказский кризис, это была первая красная линия. В 2007 году, вы помните, в последний год своего президентства Путин выступал в Киевской речи, где он предупредил Запад о том, что Россия не увыковлена своим местом в системе европейской безопасности. Это был такой неслуч. И вот Кавказский кризис провел уже красную разделительную линию. Мы не позволим, чтобы НАТО подбегалось на постсоветское пространство. И Украина. Это следующий кризис, конфликт по силе несопоставимый с предыдущим конфликтом. И хотя формально это был конфликт между Европейским Союзом и Россией, на самом деле он тоже о расширении НАТО, потому что мы часто слышали из Брюсселя, из одного Брюсселя, из другого Брюсселя, из столицы Европейского Союза и НАТО, о том, что эти два процесса, расширение Европейского Союза и расширение НАТО, взаимодополняемые процессы. Кроме того, и Запад сам часто подавал плохие примеры России. Я имею в виду, прежде всего, США, оставшись единой сверхдержавой после распада Советского Союза. США прогласил себя лидером свободного мира и интерпретировал это часто очень по-своему, нарушая международное право. Я упоминал уже в 99-й год в Югославию, Ирак, как мы знаем. И в сегодняшнем украинском конфликте очень многие в России говорят, если США имеют право вмешиваться за тысячи миль от своей территории военным путем, навязывать другим странам демократию, расчленять государство, как это было в Косово, то почему Россия не имеет право это делать в своем ближнем окружении, где действительно существуют интересы, российские интересы. Теперь об ошибках России, которых тоже было немало. Хотя, конечно, мы должны признать, что есть большая разница между Россией и Западом. Запад и США, и страны, и Европы имеют за своими плечами столетие демократического развития. А Россия вышла из советской шинели 25 лет назад. И до этого у нее был очень короткий период демократического развития, когда Россия стала развиваться, как вся остальная группа. Перед Первой мировой войной. Это очень короткий период. Поэтому, конечно, некоторые ошибки были неизбежны. Но были и ошибки, которых можно было избежать. Первое. Это, на мой взгляд, неправильно оформленный распуск Советского Союза. Вы помните, как это состоялось? Ельцел, Назарбаев, то есть лидеры четырех постсоветских государств России, Беларуси, Украины, Казахстана собрались в Беловежской пощи и в течение одного дня решили распустить Советский Союз. Здесь, конечно, был очень сильный личный фактор заинтересованности Ельцина, избавиться от Горбачева, с которым было бы несложные отношения. И, в общем, Советский Союз был распущен, то, что называется «Овернайт», «Росчат Компера», без серьезных переговоров между постсоветскими республиками о том тяжелом наследии, которое им досталось от советского периода. Это и территориальные споры, это и административно-хозяйственные проблемы, это проблемы национальных меньшинств. Вот, все это осталось за скобками. И впоследствии все эти проблемы проявились в отношениях России и ее соседей. Вторая ошибка состояла в том, что президент Ельцин, который не мог конкурировать с новым политическим мышлением Горбачева, Горбачев был все еще популярен на Западе, решил выбрать такую модель экономического развития, которая бы продемонстрировала, что постсоветская Россия при Ельцине гораздо больше привержена западным ценностям. И была выбрана самая неподходящая экономическая модель, она была списана с либеральной экономической моделью США, которая абсолютно не подходила России. Она была навязана на неподготовленному обществу, фактически силой сверху. И, в общем-то, эта модель и то, как она была проведена, и сама реформа, как она была проведена, дискредитировали все. И понятие рыночной экономики, экономики, и отношение Запада, и само понятие Запад. Вот отсюда тоже идет это антизападничество, которое мы видим в северном, поскольку народ оказался крайне в тяжелом положении. Бедность в 90-е годы была просто сокрушительной. Я помню этот период и вспоминаю его с драганием. И третье. Третье и самое главное. Самая главная ошибка России состояла в том, что Ельцин не сумел вырвать стратегию в отношении с постсоветскими государствами. Он столкнулся с непростой дилеммой. Как строить отношения с бывшими советскими республиками? Как с независимыми государствами? То есть начинать все с нуля, выстраивать все отношения или все-таки вернуться в какой-то степени к старой модели? Установить особые отношения. Россия все равно была самой крупной и самой богатой среди этих постсоветских государств. Установить отношения экономических выгод для новых независимых государств за их политическую лояльность. И именно эта модель была выбрана Ельцином. То есть в какой-то степени это была новая версия Советского Союза не с точки зрения унитарного государства, но с точки зрения отношений. Нужно сказать, что и новые независимые государства, такие как Украина, Грузия, Азербайджан, не были просто жертвами. Они приняли эту модель. Может быть неохотно, но трудно было очень удержаться от льготных цен на энергоносители. вот так нехотя они приняли эту модель, это было самое плохое. Это было сочетание зависимости и ненависти. И впоследствии мы знаем, что на пространстве СНГ, Союза независимых государств, возникла группировка Гуан, Грузия, Украина, Азербайджан, Молдова, которые стали противостоять доминированию России на постсоветском пространстве. Но парадокс состоял в том, что они не отказались от этих льготных цен на нефть и на газ. Они не поняли, что независимость и свобода стоят очень дорого, и ради этого надо идти на определенные жертвы. Что же мы имеем сегодня? Сегодня мы имеем ползучий конфликт на Украине, потому что перемирие постоянно нарушается и в общем постоянно гибнут люди. При этом мы имеем систему европейской безопасности, не отвечающую современным вызовам. Отсутствие общих правил и норм поведения и три нерешенных противоречия. Два из них досталось нам из прошлого. Одно порождение после полярного периода. Все эти три противоречия, я сейчас скажу о них более подробно, присутствовали в каждом из конфликтов на пост коммунистическом пространстве. Первое противоречие это противоречие между правом нации на территориальную целостность и правом нации на самоопределение. Хельсинские принципы отдавали предпочтение праву нации на территориальную целостность, потому что признавали, что именно нарушение этого принципа может привести к серьезным конфликтам. Вот непонятно сейчас, к чему мы должны отдавать предпочтение. территориальной целостности или праву нации на самоопределение. В Европе существует по некоторым оценкам более 200 сепаратистских движений. Вы можете представить себе, что будет, если эти сепаратистские движения будут считать, что они имеют право взрывать государства, в которых живут, выручать территориальную целостность. Это противоречие пока не решено. И необходимо решить, что же, имеют ли нации право на самоопределение, и если да, то при каких условиях. По всей видимости, геноцид титульной нации против меньшинств может служить таким поводом. Но при этом это должно быть зафиксировано независимыми международными наблюдателями. Недостаточно сказать журналистам, вот там-то проводится геноцид. И как быть тогда с Косово, с Южной Осетии, с Абхазии, считать ли это исключением из правил или нет. Следующий вопрос. Как нации могут добиваться своей независимости? Имеют ли они право добиваться его вооруженных путем? Если нет, если они должны бороться только мирными средствами, то есть ли какие-то ограничения во времени? Сколько не могут они всю жизнь бороться за своими независимыми? Значит, вот существует много вопросов, на которые сегодня нет ответа. В прошлом это было все очень четко. Второй противоречие между национальным правом нации на суверенитет и правом нации на гуманитарную интервенцию. Вот здесь тоже непонятно, при каких условиях государства имеют право вмешиваться во внутренние дела, но нарушать суверенитет отдельных государств. Но по всей видимости это не может быть так, как это было в 1999 году по желанию США. Наверное, необходимо решение Совета безопасности. Во всяком случае, по этому вопросу не было достигнуто концепса. Я знаю, что на Генеральной Ассамблее в 2009 году ставился этот вопрос, но Россия тогда отказалась обсуждать новую конвенцию гуманитарной интервенции, потому что она увидела в этом ограничении, что эта концепция означает ограниченный суверенитет, а суверенитет для России одна из важнейших священных коров. И вот это противоречие тоже остается нерешенным. И третье противоречие, которое возникло в связи с расширением НАТО. Это право с одной стороны право нации свободно выбирать союзы безопасности, а с другой стороны право нации противостоять расширению этих союзов, если они рассматриваются как угрозой национальной безопасности. Вот собственно это последнее противоречие сегодня мы наблюдаем в Украине. Сегодня в отсутствие общей структуры европейской безопасности опять на первый план выдвинулась организация по безопасности и сотрудничеству в Европе ОБСЕ, потому что это единственный институт безопасности в Европе, который включает и Россию. И в какой-то степени после долгих лет маргинализации для ОБСЕ это звездный час. И вот если ОБСЕ сможет разрешить конфликт в Украине, то по всей видимости начнется какой-то новый отчет в истории ОБСЕ и при наилучшем сценарии будет возможна реформа этого института, изменение механизма принятия решений, наверное, будут приданы ОБСЕ какие-то миротворческие силы, то есть произойдет то, что должно было произойти после окончания биполярности и то, что не было сделано. Какие сценарии возможны сегодня? Мы понимаем, что без урегулирования конфликта в Украине наши отношения будут по-прежнему находиться на грани конфронтации, потому что вот этот конфликт, который мы наблюдаем сегодня, он такой конфликт низкой интенсивности, в общем, перемирие то работает, то не работает, но люди продолжают гибнуть каждую неделю. Мы по телевизору слышим об этом каждый день, причем одна сторона обвиняет в этом сепаратистов, сепаратисты обвиняют украинские силы безопасности. Вот такая нестабильная обстановка опасна тем, что в любой момент это может взорваться и будет уже полномасштабный конфликт, который может втянуть и Россию, и НАТО. В связи с этим особая беспокойность вызывает риск непредвиденных инцидентов на море и воздухе. Мы об этом слышим постоянно. В общем, это один сценарий. И второй сценарий это прекращение войны в Украине и создание условий для политического урегулирования. Я сознательно сегодня не буду говорить о Минске-2, потому что это будет темой моей следующей лекции, я подробно об этом остановлюсь. Вот что делать сегодня? Если все-таки нам удастся заморозить этот конфликт, заморозить конфликт с тем, чтобы создать условия для политического решения, то, наверное, будет возможно пойти и дальше. Нам необходимо вернуться к тому, что не было сделано после окончания неполятности. Нужны новые Хельсинки плюс. И нужен, по сути дела, новый основополагающий акт, причем юридически обязывающий. Если во времена Холодной войны возможно было просто соблюдать Хельсинские принципы, то сейчас нам нужен юридически обязывающий договор, созданный на основе реинвентаризации Хельсинских принципов. Необходимо посмотреть, что нуждается в изменении, что нуждается в дополнении, от чего следует отказаться. Кроме того, нужно честно и России, и Западу поставить вопрос о будущем статусе государств СНГ, прежде всего, конечно, Украины, Грузии. И вот отсутствие понимания, будет ли Украина нейтральной, тоже мешает закончить этот конфликт, потому что в Москве есть такое ощущение, ну что мы будем прилагать какие-то усилия, если Украина все равно уйдет в НАТО. Пусть развивается, как развивается. Вот необходимо Западной России решить этот вопрос о нейтральном статусе ряда государств, содружества независимых государств СНГ в обмен на гарантии к территориальной целостности. После этого возможно, наверное, было бы восстановить режим мер доверия и переговоры по контролю над вооружениями. Мне показалось очень важным создать в центре Европы зону пониженной военной интенсивности, в которую подходили страны центральной и восточной Европы и страны страны европейские, страны СНГ. И если это будет создано, я думаю, возможно подумать и об основе взаимоотношений между НАТО и ОДКБ, потому что вот до сегодняшнего времени НАТО, руководство НАТО отказывалось строить какие-то отношения ОДКБ это организация договора о коллективной безопасности, который существует на пространстве СНГ. И последнее, наверное, нужно было бы подумать и об экономической безопасности в Европе. И здесь, на мой взгляд, необходимо переформатировать восточное партнерство стратегии Европейского Союза. Но я об этом тоже буду говорить на своей следующей лекции. Я думаю, что я исчерпала лимит сегодняшнего своего выступления. Так что на сегодня все. Спасибо. Спасибо. Пожалуйста, если у вас есть вопрос с объединением Европы. Пожалуйста. Я вот прежде хочу сказать, может быть, просто что-то было непонятно в моей лекции. Переспросите тогда. Я что-то не помню. Да, пожалуйста. Спасибо большое. Меня зовут Уфан, я из Японии. Мой вопрос это я хотел бы спросить вас по поводу третьего противоречия, о котором вы уже упомянули, про НАТО. Первое противоречие это между право самопределения и церкви. Второе противоречие это средний тетр и малининг, 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 а третье это про расширение НАТО. Первое это право наций свободно выбирать союзы безопасности, фактически присоединяться к НАТО. И право наций противостоять расширению этих союзов, если они воспринимаются как угрозой национальной безопасности. Ведь проблема в чем состояла, что НАТО избегало вопрос о членстве России в этой организации. После 11 сентября Путин был одним из первых, кто принял участие в антитеррористической коалиции в Афганистане. И Россия сыграла очень важную роль, гораздо более важную, чем некоторые члены НАТО. И когда Путин в октябре, спустя месяц, после трагедии 11 сентября, был в Брюсселе, он сказал открыто, у меня даже есть цитата, на встрече с Робертсоном в Нейтл Хэгфорте, он сказал, что Россия готова пересмотреть свое отношение к расширению НАТО, если этот процесс будет распространен на России. То есть практически это означало, что заявку России на членство. когда многие мои коллеги, особенно из НАТО, говорят, что нет, Россия никогда не подавала заявку. Фактически это публичная речь и слова Путина к Робертсону были именно этой заявкой. Но я вам расскажу более интересную вещь. Какой это годы три наверное четыре назад Робертсон приехал в Москву уже в качестве просто политического деятеля. У нас был российско-британский стол. И я там выступала. Я упомянула вот этот момент. И он сказал, причем публично тоже на этой конференции, я вам могу сказать больше, когда мы разговаривали с президентом Путиным с глазу на глаз, он спросил меня прямо вы примете нас, если Россия подаст заявку на вступление в НАТО. И я спросила его, а что вы сказали? понимаете, господин президент НАТО, это демократическая организация, у нас много стран, которые стоят в очереди. В общем, Путин понял. Thank you, no. демократия это на самом деле имело очень негативный эффект. И еще я помню, что после этого Робертсон опубликовал статью, у нас есть такая независимая газета, газета мнения, и он опубликовал статью, видимо, это как-то был тоже продолжение ответа, где он, я была совершенно потрясена, когда я прочитала эту статью, потому что он, его спичрайтеры повторили все аргументы наших неумпериалистов, наших националистов, наших консерваторов. Он там писал, да, Россия это очень важная страна, мы будем строить с ней отношения, но Россия слишком большая страна, это микрокосмос, это, значит, она находится на перекрестке того-сего, это то, что говорят наши националисты, которые не хотят сотрудничества России и Запада. И я была потрясена, я подумала, какие специалисты, какие советники у Роберсона, если они повторяют аргументы самых отъявленных антизападников. И у нас было очень много критических статей на вот это письмо Роберсона, и он тогда публиковал второе письмо, более такое мягкое, но сигнал был получен, Россию не хотят, Россию не хотят видеть в НАТО, и я думала, что это был очень большой просчет со стороны НАТО, потому что, представим себе, если бы реакция Роберсона была бы совершенно другая, если бы он сказал, давайте, давайте обсудим условия вашего членства, временные рамки, и если бы Россия сказала, нет, нам это не подходит, это было бы ее собственное решение, и в таком случае она не могла бы говорить то, что она говорит сейчас, что НАТО постоянно обходит Россию стороной. Почему? В каких целях? Мы знаем, вот тут сидят верно, военные, они прекрасно знают, что есть два вида военных союзов, это союзы коллективной безопасности, и просто военные оборотные союзы. Военные союзы, расширяются только в двух случаях, или когда им угрожают, или когда они готовы наступать. Почему многие в России воспринимали расширение НАТО именно как действие против России? Спасибо, ваше. Во-первых, спасибо за Вашу презентацию. Я беспокоюсь о том, что через 20 или 30 лет мы будем, продолжаем обсуждать такие вопросы. Как существует возможность получить конец разногласиям и между Российской Федерацией и Соединенных Штат Миш я не хотел бы использовать Словаку перезагрузкой 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 и потому что у нас разнообразные проблемы и как мы можем начать с нуля. Вы отметили Хелсинки 2 или плюс или да. Не знаю вот если более существует или здесь в США или в России сейчас просто споры возникают практически каждый раз мы видим видеозаписи политиков наших стран. Да. Ну конечно даже если будет урегулирован конфликт в Украине наши отношения отношения в США и России отношения России и Европы автоматически не вернутся к тому состоянию которое было до украинского конфликта. Но это будет все равно более стабильная ситуация будет сотрудничество вот многие говорят о том что у нас отсутствует доверие в отношениях нет доверия но понимаете доверие не возникает неизвестно ниоткуда оно строится и если мы возьмем нашу недавнюю историю самые высокие отношения доверия между США и Советским Союзом существовали при Горбачеве потому что эти отношения доверия строились на договорах вот это самая надежная основа и я не верю в то что доверие может строиться на хороших отношениях лидеров сегодня они хорошие а завтра они плохие мы видим что происходит у нас Турции были Путин и Эрдоган друзья а сейчас враги то есть только договоры и это конечно потребует времени если мы решим вот эту главную проблему вот эта кровоточащая рана Украина если мы как-то сможем ее заживить то я думаю что постепенно мы начнем восстанавливать то что было разрушено причем разрушена обеими сторонами здесь нельзя говорить что виноват только запад или только россия каждый приложил руку к этому и я сказала о том что необходимо восстановить режим контроля над вооружением начать переговоры по обычному вооружению это вообще до всех это гениальный договор из всех договоров я просто когда занималась анализом Медведевского договора европейской безопасности сейчас все уже об этом забыли я вот смотрела что был за договор до всех там каждое понятие юридически прописано то есть это колоссальный труд и то что вот так от него отказались на мой взгляд это просто просто трагедия и я думаю что конечно надо возвращаться в какой-то может быть новой форме но к сокращению обычных вооружений севрочек потому что без этого нам будет очень трудно и возвращаясь вот к режиму мер доверия а может быть действительно нам удастся договориться о какой-то пониженной зоне военной активности в стран в центральной и восточной Европе вот на этом будет возникать наше доверие просто так доверяйте доверяй но проверяй вы помните это рейд знаменитый да пожалуйста спасибо большое за очень интересная лекция мой вопрос касается наверное ответ вопроса Стива мне было бы интересно узнать видите ли вас возможность сотрудничать в сфере ядерного распространения вы же не знаете что у нас очень близкое отношение в сфере проигрышева и до этого даже мне было бы интересно если вы видите какие-то возможности я так думаю что об этом наверное будет твой сегодня муж и он является гораздо более известным специалистом в этой специальной сфере я думаю что конечно в принципе это возможно но проблема состоит в том что у США и России вот эта угроза распространения ядерного оружия занимает очень разное место в их приоритетах безопасности для США это одно из первых мест для России это сегодня далеко не первое расширение НАТО с точки зрения безопасности для России гораздо страшнее и опаснее чем распространение ядерного оружия но в принципе конечно возможно если будет происходить какое-то сближение позиции то мы сможем и здесь сотрудничать и потом у нас есть и другой общий враг это международный терроризм а международный терроризм оснащенный ядерным оружием даже примитивным это страшно это не для России для США но сегодня даже такие общие угрозы подрываются вот теми противоречиями которые мы имеем имеем сегодня в контексте украинского конфликта и я хочу еще сказать о том что вот к сожалению наше отношение к ядерному оружию к проблемам распространения ядерного оружия не совпадает по фазам когда Россия была готова сотрудничать по этому по этим вопросам администрация резидента Маша Младшего не была готова вот сейчас мы видим что президент Обама наоборот готов сотрудничать Россия не очень расположена так что здесь вот еще идет это несовпадение но я думаю что в принципе конечно это возможно это естественно и необходимо спасибо я бы хотела вернуться к распаду СССР когда вы говорили о причинах и о том как Россия и что у вас звучало что ССР не выдержал разрядки международной природы могли бы вы пояснить что да конечно Советский Союз был создан изначально для конфронтации Запада это была его естественная среда обитания вот конфронтация холодная война это было то что нужно для существования Советского Союза и в общем-то Сталин при всем при том что я не читаю его гениальным политиком но он был такой профессионал и он понимал что невозможно открыть поднять железный замок потому что Советский Союз не выдержит сравнения с Западом по всем параметрам уровень жизни и он держал этот железный замок вот распад Советского Союза начался на самом деле вернее не распад а эрозия эрозия Советского Союза началась когда был поднят железный замок то есть Крущев был такой предвестник наверное этого процесса процесс этот шел очень долго почему Советский Союз проиграл разряд потому что в ситуации разрядки невозможно было оправдывать те огромные траты то что называется waste of resources и человеческих и финансовых на нужды войны вперед острой конфронтации гражданам говорили вы живете плохо потому что у нас есть враг который хочет посягает на нашу родину и мы должны тратить вот эти средства вы должны затягивать пояса во имя спасения Советского государства а когда среда стала благожелательной внешняя среда невозможно было оправдывать эту бедную жизнь эти огромные траты на вооружение вот почему я говорю что Советский Союз не был концептуально приспособлен к нормальным отношениям понятно у меня вопрос второй вопрос касается Хельсикова акта данного времени акта это да я понимаю ситуация была бы по-другому если бы был какой-то новый Хельсинский договор после распада Советского Союза но у меня не было такого ощущения что Хельсинский договор сыграл какую-то значительную роль для поддержания международных то есть я понимаю что этот акт был какой-то пик оттепли или детал но после этого благодаря Хельсинскому акту каким образом этот акт как сказать регулировал отношения предотвратить предотвратить предотвратили на маркет арт виктор или да то есть какая роль он сыграл свою роль и это собственно это было принято совещание безопасности и сотрудничества в Европе потом уже в Париже в 90-м году СБСЕ превратилось в ОБСЕ я считаю что сыграло огромную роль вот Хельсинки 1975 это то что предотвратило очень многие конфликты фактически в Европе нет справедливых границ все границы несправедливые все зависит от того как далеко вы пройдете в историю но страны Востока и Запада признали признали вот право на территориальную целостность но в то же время в этом акте гласит да там признавалось и право на национальное самоопределение при определенных условиях но приоритет приоритет отдавался территориальной целостности это был это был приоритет и благодаря этому в общем-то в Европе не было никаких конфликтов потому что все понимали что если ты нарушишь эти принципы то альтернатива у тебя конфликт возможно с применением ядерного оружия и вот я сказала поразительно что хельсинские принципы они не были юридически обязывающими но государства не могли даже подумать о том чтобы их нарушить потому что понимали что может быть и я считаю что это очень важный документ спасибо большое спасибо большое спасибо спасибо после того как можете быть заморожен конфликт если есть связи между Россией и Ютубой и США как вы считаете что Китай будет подпринимать Китай и воспринимать это снижение и как должны эти страны проводить такое снижение чтобы Китай не подрицательно посвятение снижения ну я а что вы спросили сначала про замороженный конфликт что-то у вас было что первое что было про замороженный но я спросила если конфликт будет забав а понятно ну во первых я считаю что Китай будет воспринимать это с большим подогрением Китай всячески всячески старается помешать сближению России Запада прежде всего Россия и США он играет на этом противоречии но очень важно чтобы сближение России Европы и США происходило на так сказать исключало антикитайские какие-то настроения и я думаю что у нас достаточно много общих интересов которые будут выгодны Китаю в частности международный терроризм он угрожает в общем-то всем но я думаю что Китай учитывая амбиции китайского руководства в любом случае будет воспринимать негативное движение России США и Европы в меньшей степени и самое главное Россия США здесь на мой взгляд скажите пожалуйста изменится ли что-либо в вашей оценке европейской безопасности если мы чисто и политически заменим словосочетание конфликт в Украине на более точное словосочетание вооруженное вмешательство Российской Федерации во внутренние дела судьбой что-либо в вашей оценке европейской безопасности если мы это прекратим в таком свете нет конфликт независимо от того конфликт есть и Россия вы знаете официально отвергает участвовать в своих регулярных вооруженных сил но Путин признал что там есть добровольцы и добровольцы эти видимо там присутствуют не не без вооружения так что Россия вот здесь есть некий такой парадокс с одной стороны Россия не учится вооруженными своими войсками но с другой стороны Россия присутствует на территории на территории восточных областей и по велению как он сказал сердце выполняет там свой долг то есть я смотрю на этот конфликт ничего не изменится я его воспринимаю именно так как он есть так что я конфликт нет внутри украинских вы знаете вот сейчас я вам скажу все конфликты будь то Украина Грузия Югославия все посткоммунистические конфликты имеют три измерения первое внутреннее и внутреннее измерение есть в украинском конфликте это он не даже не этнический я не считаю что это конфликт этнический потому что русские украинцы очень близки этнические это конфликт другого рода он скорее имеет экономическую природу а именно то что Киев не уделял достаточно внимания развитию этих областей и Крым кстати я недавно узнала что в течение десяти лет драматический театр не имел отопления то есть люди ходили в театр зимой в общем там не было не было отопления то есть конфликт этот внутренний был он может быть не такой острый как конфликт между сербами и мусульманами в Югославии но он был второй второе измерение во всех конфликтах будь то Югославия грузинский капказский конфликт это пост имперское измерение то есть это политика России в случае постсоветского пространства и политика Сербии в Югославии и третье измерение международное вот второе и третье очень тесно связано и попытки международного сообщества заполнить вакуум на постсоветском пространстве превращают постимперское в невымперское потому что происходит борьба вот за это борьба за Украину борьба за Грузию так что вот все конфликты на мой взгляд имеют эти три измерения международное совещание международный договор чтобы владеть ситуацию в Украине и в Европе но был международный договор написан в 94-м гурпешском меморандуме Украина отдала свое яркое оружие в обмен получила гарантию от России что не будет ущенять украинскую суверенитет но какой дурак сейчас принимает слово России по международному договору пока в том что президент ну во-первых я хочу сказать что вудапештский меморандум вот я по своей натуре я легалист я верю в юридически обвязывающие договоры потому что вот эти джентльменские соглашения не работают слишком мало джентльменов и будапештский меморандум к сожалению не был юридически обязывающим документом то есть ну вот он должен долго соблюдаться если вы скажете это российскому руководству то оно вам ответит мы давали гарантии законному правительству Украины там произошел это не значит что я это поддерживаю или одобряю я вам говорю как это выглядит в глазах очень многих русских что я понимаю этот аргумент я читал да нет они они ну вот вам скажут что мы давали гарантии законному правительству Украины оно было сквернуто в результате переворота мы не несем никаких обязательств перед этим перед этим правительством это влияет не только на надежность слова российского правительства но в более государственном мире сейчас который не хочет отдать целая ядерное оружие она видит что случилось если бы в Украине что имело это оружие Россия не встроена как она это да я думаю вы правы если бы в Украине было ядерное оружие так же как если бы у Сербии было ядерное оружие вряд ли бы НАТО бомбировал Сербии в 1999 году история не знается слагачен наклонения не имело это оружие не получило ничего я согласна с вами я согласна с вами да Украина отдала и сейчас кстати в Украине очень многие выступают за то чтобы Украина создавала стала ядерной державой есть такие настроения но я думаю что в этой ситуации вот этот путь создания ядерного оружия Украины это путь к новой катастрофе нам надо выбраться из этой катастрофы но здесь в том что но как обе стороны могут доверить друг к другу когда каждая страна обвиняет друг друга о нарушении о нарушении каких-то договоров например россияне русские утверждают что НАТО нарушало какой-то договор между Кабачевым это договор не существует в письменной форме это просто устная история и даже Кабачев сказал что это договор по поводу расширения нации была совершена только в контексте военных войск в Восточной Германии в 90-х годах и я вижу огромный раскол между этими сторонами и каждая страна не верит друг к другу как это как это возможно остановить решение этих конфликтов на основе договора когда никто не верит в договор нет вы абсолютно правы и мы получили Крым но мы потеряли Украину украинцы не верят русским при этом это очень странная война вот посмотрите Украина не прервала дипломатические отношения находясь как они считаются в состоянии войны с Россией они не вышли даже из СНГ Грузия вышла сразу из Содружества независимых государств а украинцы остаются в составе СНГ они сказали о том что они понизили уровень части формально они остаются в СНГ это очень странная война но я считаю что я считаю что самое главное о каком доверии мы сейчас можем говорить не о каком вот мы должны решать проблемы по мере поступления мы должны закончить вот эту военную фазу конфликта потому что люди продолжают гибнуть и для этого ну вот эта тема моего следующего выступления я хотела отложить на будущее но раз вы подняли этот вопрос значит вы знаете что и Европейский Союз и США ставят главным требованием для нормализации отношений выполнения договора Минск-2 который очень тяжело выполнить по трем причинам это разные причины я может быть об этом буду говорить в следующий раз то есть и Европейский и Запад и Россия стали заложниками договора который очень трудно выполнить и некоторые не верят в то что его возможно выполнить вот как выйти в этой ситуации в этой ситуации возможен только один выбор разместить миротворческие международные миротворческие силы с мандатом ООН в коридоре между сторонами между восточными областями и Украиной в коридоре который образовался по двум разделительным линиям следствием первого перемирия Минск-1 и вот второго Минск-2 и вот там вооруженные разместить вооруженных миротворцев с участием России конечно и украинцы там могут участвовать и российские и другие страны но важно то чтобы эти миротворческие силы подчинялись или структуре созданной Советной безопасности ООН или ОБСЕ а по периметру по границе между Россией и Украиной можно было бы разместить международных наблюдателей ОБСЕ которые в общем мониторили вот эту границу между Россией и восточной Украине таким образом были бы созданы условия даже без выполнения Минска-2 были бы созданы условия для того чтобы осуществлять какие-то политические реформы и не только политические но и экономические реформы потому что вы знаете что ситуация в Украине очень тяжелая и объясняют это как раз войной с вмешательством России в Киеве говорят что в этих условиях невозможно проводить реформы антикоррупционные экономические вот это многие говорят о том что конфликт будет заморожен но есть замороженные и замороженные конфликты вот конфликт на Кипре он тоже заморожен тем не менее Кипр вступил в Европейский Союз постепенно там идут межкоммунальные переговоры и группы приезжают в греческую часть в греки ездят туда а есть замороженные конфликты типа Приднестровья которые могут ну даже Приднестровье это не самый страшный случай под Нагорный Карабах это примороженный конфликт который может сорваться в любой момент потому что там нет международных пиротворческих сил вот на мой взгляд нет конечно ни о каком доверии нам не придется говорить очень много лет наши отношения к сожалению испорчены надолго и всерьез и это трагедия для многих россиян потому что нас связывают и родственные отношения и профессиональные отношения этот конфликт прошел по-живому он не только это не только политический конфликт это конфликт который разделил я не знаю семьи друзей очень тяжелая ситуация для и для украинцев и для россиян но сейчас нам надо думать о том как двигаться как прекратить эту вооруженную стадию считается что есть прекращение огня и вроде бы конфликт завершен но он не завершен в этом все и дело он не завершен и он в нынешнем состоянии эскалация может произойти в любой время поэтому я считаю что нужно начать с этого и тогда возможно через десятилетия когда может быть придут сменятся поколения у нас и там может быть мы сможем восстановить какое-то родительство вопрос я забыла я могу сказать какой вопрос недавно вы депортаж в России даже президент Путин более предпочитает как будто более предпочитает президентский кандидат Дональд и еще были хотя бы вопрос это не так можно верить но все равно простее существует многие люди любят его Трампа мне кажется это так для меня значит даже русские люди возможно принимают такого человека ну как вы считаете это просто мне обидно что американские люди могут принимать такого человека между прочим если это будет выбор американцев нам придется иметь с ним дело но вы правы в России действительно есть люди которые считают что Трамп для России будет лучше ну вообще популисты Трамп популисты они пользуются поддержкой населения себя и за границей если Трамп победит здесь то Путин будет относиться к нему снисходительно потому что наверняка он считает что по всем параметрам он интеллектуально выше Трампа в случае с Хилари Клинтон очень много непредсказуемых в отношении к России Россия США я даже помню тот период когда она была государственным чекретарем было сделано очень много расширок ею ну и потом тот факт что она женщина она должна будет самоутверждаться как женщина может быть даже так сказать идти на какие-то такие шаги которые могут привести к новым противоречиям но я вы правы да но меня-то поражает другое ладно в России Трамп не наш президент но что в Америке он и как он пойдет вот это для меня поразительно потому что Россия в общем молодая страна постсоветская Россия и так сказать у нас масса проблем наше население все-таки не имело тот опыт демократии но то что в США этот человек пользуется таким такой поддержкой вот это для меня удивительно так что от вас будет зависеть кого вы выберете не знаю вопрос еще вы сказали что в разные периоды исторические то советский совет был не готов к развязке к гусидации конфликтов то не были готовы вот сейчас вы сказали что оба готов сотрудничество но пусть как-то не очень а что мешает пусть что легко мешает в данный момент более активно участвуют сотрудничество переговоров и так далее я говорила не о советском союзе я говорила о том что мы не совпадали к попадам именно когда был Путин Путин Буш потом Путин Обама вот именно это и мешает сегодня Путин как считают многие некоторые наши психологи Путин мстит Обаме за то что за то как Буш велся по отношению к России то есть тоже не совпадение по попадам странные политические аргументы странные странные политические аргументы тем не менее Путин самоутверждает Собак за то что Буш делал с Россией когда он должен это делать вот сейчас когда Россия с точки зрения Путина сильнее он самоутверждает с Спасибо.